Бизнес-ланч Томилина Расскажите, пожалуйста, как давно началась История завода С чего все это пошло? Наше местоположение вы очень точно определили Конечно, начинали мы не там Начинали мы в Москве Начинали в Москве, начинали в 2004 году Наша область деятельности была Моя и моих партнеров, это вентиляция И однажды случилось так, что В одном из предприятий В одном из ресторанов возникла ситуация Грязный воздух, дым, который мешает Жителям, и нужно было что-то с этим сделать Вот тогда мы первый раз познакомились С необходимостью очищать воздух от газов И запахов, то есть все знают, что пыль Легко уловить пылесосом, а вот именно газ Запахи сложно улавливаются И нам нужно было решить эту проблему Мы ее решили тогда, героически решали Как обычно Купили чужое оборудование, оно сломалось Гарантию на него не дали, пришлось его срочно Ремонтировать Мы готовы были купить европейское оборудование Так называемое, там, заграничное Тогда все молились на заграницу, 2004 год Еще, да Да, еще очень молились Но ничего не нашли То есть не было аналогов каких-то? Ничего себе Не было, была наша российская, что нам пришлось немножко доработать Вот тогда я погрузился в эту тему Мы сделали этот аппарат, первый, новый Выдохнули И тут меня осенило А не только, конечно, на этом предприятии есть такие проблемы И мы начали, я лично начал очень широкий такой цикл исследований А что с этим можно сделать То есть заперся в лаборатории Примерно где-то года полтора я провел в лаборатории И, кстати, благодаря вот этой лаборатории я бросил курить Когда я сделал свой первый аппарат Маленький, размером с телевизор Из скотча, пластмассы и картона И он заработал Как проверить, что он работает? Я взял прям пачку своих сигарет Положил, поджег Через аппарат пошел дым Я нажал кнопочку, дыма нет Мне это так понравилось То есть он поглощал Да, он поглощал дым и поглощал запах Мне понравилось Я побежал, выбежал в цех Взял у ребят, у слесарей, которые рядом работали Еще одну пачку сигарет Еще раз сделал И довольно начал скрывать аппарат И когда я увидел, что внутри всего двух пачек сигарет накапливается Я, честно говоря, поразился настолько Что я Я больше не смог курить То есть я как раз в тот день Ну, в то время курил две пачки сигарет в день И тут я увидел, сколько с двух пачек этого дегтя Как он неприятно выглядит Как он неприятно пахнет И для меня это было настолько тяжелое Такое морально-эмоциональное испытание Что я бросил курить одним днем Ничего себе То есть еще и вот такая вот полезная составляющая Да, только ради этого стоило этим заниматься Конечно Вот, и мы начали этот опыт Не в смысле бросить курить, а очищать воздух Но иногда надо показывать, на самом деле Что внутри Я пробовал Помогло двоим Ну, это тоже успех Мы начали этот опыт То есть не чужой оборудователь Мы уже свое сделали Зная точно ошибки чужого оборудования Зная, как его нужно довести Как сделать, чтобы оно работало И мы начали распространять И первое наше направление было Это очистка воздуха для ресторанов Вот в 2005 году Мы начали делать первые аппараты Кстати, самые первые работы до сих пор Мы начали это распространять на рестораны Потом потихонечку перекинулись на промышленность И поняли, что в промышленности проблем не меньше А даже больше По очистке воздуха Потому что Есть огромные предприятия Которые выбрасывают не только пыль Дым Ну и просто запах То, что вот просто пахнет Ну, например Ну, допустим, не несет никаких вредных Чаще всего, если пахнет, то уже несет То есть даже если мы считаем Что, ну, что тут пахнет немножко сероводородом Но сероводород не очень приятная вещь Имеет свою предельную концентрацию Его тоже нужно очищать и улавливать А если несколько слов еще о создании Уже своего оборудования Было полностью свое А комплектующие тоже российские? Или здесь приходилось прибегать к... Вот смотрите Самое главное сердце нашего аппарата Это плазменный реактор То, что мы называем плазменным реактором Да, ну, чтобы было понятно Мы очищаем воздух с помощью плазмы То, что называется холодная плазма Многие ее видели Мы смогли ее использовать Это... Почему холодная? Это в противовес дуговому разряду Который все видели, допустим, в сварке Это настолько горячая плазма Что плазменный пентал Наша плазма холодная Она имеет светимость Но при этом она разрушает молекулы загрязнений И позволяет очищать воздух от них Так вот, сердце нашего аппарата Плазма сделана не просто там Из наших материалов Оно сделано из материалов низкого уровня То есть стекло, металл, нержавка То есть вот это делается все здесь Это именно моя разработка То, чем я горжусь там до сих пор И так получилось, что прошло уже сколько? Только с 14 года 16 лет Мы все время пытаемся сделать лучше этот аппарат Улучшить Но самое неприятное в том, что Все последующие модели Ну, по меньшей мере, не лучше самой первой модели То есть они либо немножко хуже, либо такие же То есть самая первая модель Мы так с моими партнерами прошли по такому Полезию ножа И сделали уникальную штуку До сих пор удивляемся, как так получилось И вот именно сердце нашего аппарата Плазменный реактор сделан из материалов низкого уровня Здесь у нас сейчас в Томилино делаем Обвязка, электроника, электрика, провода Ну, что купим, то купим Кстати, Александр Владимирович, сейчас в Томилино Вы находитесь в городском округе Люберс Изначально вы были в Москве Почему именно вот это направление? Почему этот городской округ? Как здесь оказались? Честно? Я в свое время переехал из Москвы в Подмосковье Я считаю, что жить в деревне Я многодетный отец, у меня четверо детей И чтобы их всех поместить, нужно много места А чтобы поместить их в скарб, нужно еще больше места А чтобы поместить машину с жены, мою машину со всем этим скарбом Нужно еще место И поэтому я понял, что кроме как в деревню, мне некуда А поскольку сам я с югов приехал сюда, понаехавшей То южное направление мне больше нравится Поэтому и помещение искали для предприятия тоже на юг от Москвы И так получилось, что то, что мы выбрали, Томилино, подходит нам идеально Это вот на сегодняшний день, когда мы выбирали, мы на эти многие вещи не смотрели Так называемый климат для бизнеса Мне очень нравится сейчас в Подмосковье У меня есть партнеры, бывшие мои партнеры, знакомые, которые сейчас в Москве Испытывают определенные сложности Я считаю, что для производственного бизнеса, именно производственного Подмосковье это наилучшее решение А юг Москвы еще лучше Сколько прошло времени от создания уже непосредственно вот этого оборудования И переезда в Томилино В каком году вы туда переехали? Мы шесть лет назад в Томилино, шесть лет назад уже получается Ну и десять лет мы мыкались по Москве Мыкались по Москве, тоже по югу Москвы Потому что в Москве есть определенные сложности Есть найма персонала на производственные работы При этом нет проблем найма для офисных работников Скажите, Александр Владимирович, что за помещение у вас в Томилино? Сколько это земли? В какой собственности? Это собственность или это аренда? Это наша собственность, у нас производственная площадь 2000 метров квадратных с небольшим Нам пока хватает Но что-то мы начали уже смотреть по сторонам Присматривать, потому что мы понимаем, что нам нужно развиваться Понимаем, что нам нужна своя металлопереработка потому что корпусов уже делаем много, понимаем, что нам нужна своя электрика, электроника, что нам нужно свое производство катализатора, который мы используем в нашем производстве, поэтому мы уже начинаем смотреть по сторонам. Вкладывали свои деньги? Да. Полностью не прибегали ни к каким-то заемным? Нам повезло. Ну, просто скажу, нам повезло, и нам досталось помещение очень удачно, мы купили. На тот момент были денежные средства, которые мы смогли вложить в помещение достаточно успешно, поэтому да, там все наше. А как шло развитие? Вот начали с ресторанов, потом промышленность. Нужно же было себя зарекомендовать. Вы знаете, первый момент, когда я сделал этот аппарат и увидел, что оно работает, увидел, что это хорошо, я думал, что стоит мне только заявить рынку о том, что у меня это есть, и сразу мне скажут, спасибо, спаситель пришел, и будут в очередь выстраиваться. Но это обычная ошибка инженера, я инженер, обычный инженер. То есть я на самом деле, я просто инженер, хороший инженер. И подходил ко всему с точки зрения инженера. Я полагал, что вот как только этот инженер кому-то скажет бизнесменам, что вот есть, отбоя не будет. Ну, на меня посмотрели, пожали плечами и отвернулись, вежливо говоря. Поэтому мне пришлось становиться потихонечку бизнесменом. Да, мне пришлось выделять предприятие из того нашего предприятия, организовать свою команду продавцов, организовать команду людей, которые продвигают эту идею. И это было крайне сложно, потому что вы сегодня уже этот вопрос спросили. А что, импортных аналогов нет? И это было наше проклятие. Знаете, куда я не приду, говорю, у меня вот. На меня смотрят, говорят, хорошо, а импортный аналог как называется? Я пожимаю плечами и, знаете, говорю, нет импортных аналогов. Это мы придумали. Вот мы. На меня опять же смотрят и не верят. Это была самая большая проблема. Ну, то есть не верят в то, что наши российские инженеры могут создать что-то уникальное. Да, и напоминаю, это 2004-2006 года, когда еще вот это преклонение перед импортным оборудованием было всеобщим. Ну, понятно, это до 2008-го. Да, да, да. И вот это неверие в то, что есть что-то наше, оно нам очень мешало. И это была, наверное, самая большая проблема, с которой мы справлялись. То есть нам пришлось сделать демонстрационный зал, демонстрационное оборудование, показывать, как это работает. А, к сожалению, очистка воздуха, ну, вот идет воздух, он прозрачный. И выходит, он прозрачный. И как показать? То есть пришлось разбираться в газоанализаторах, пришлось показывать, научиться показывать, доказывать, что наше оборудование работает. Это было одним из таких сложных моментов. Я хочу напомнить, на радио 1 программа «Бизнес-ланч». И сегодня в ней принимает участие создатель завода «Ятаган» городского округа Люберца Александр Владимирович Стегленко. «Бизнес-ланч». Александр Владимирович, сколько времени ушло на вот это вот доказывание, на продвижение? Оно до сих пор не закончилось, вы знаете. Сегодня мы заходим, мы постоянно заходим в новые, в новые сферы. И постоянно нам приходится доказывать. Мы уже настолько привыкли к этому, что у меня на сегодняшний день выделено порядка 40 квадратов на демозал и еще где-то 40 квадратных метров на лабораторию. Постоянно действующие. То есть люди постоянно приезжают. Это новые, да, кто знакомится? Да, да. Даже когда мы привозим людей на какой-то действующий объект, вы знаете, владельцы заводов говорят, ну, у нас все по-другому. Вещества такие же, но у нас все по-другому. Давайте, пожалуйста, посмотрим, как это работает. И мы еще придем со своими газоанализами, со своими специалистами. И мы имитируем им, делаем демостенд, имитируем их условия по температуре, влажности, количеству загрязнений, виду загрязнений. И дальше они испытывают наш аппарат уже сами, убеждая, что это работает. И вот это доказывание, что это работает, продолжается. И я так, ну, наверное, уже не опасаюсь, а я уже уверен в этом, да, что это будет всегда. Но, по сути, уже есть какой-то отклик, когда вас рекомендуют? Да, мы уже попали в перечень наилучших доступных технологий. То есть вот благодаря нашим усилиям плазменная технология очистки воздуха попала в перечень НДТ наилучших доступных технологий. И уже как бы мы там себя чувствуем спокойно. То есть уже люди сами приходят фактически? Да, ну, сейчас уже просто действует реклама. Люди сами не приходят. Вот та история с сарафанным радио у нас не очень работает. Мы работаем в секторе B2B, так называемом, да. И есть те, которые приходят от чужих откликов. Но чаще всего здесь это не работает, потому что, ну, там есть свой цикл принятия решений. У лиц, принимающих эти решения, свой цикл, и там редко работает. Они могут убедиться в своем решении с помощью сарафанного радио, но не приходят изначально. Александр Владимирович, вы сказали, что до сих пор нет аналогов импортных. Нет. А как там с этим справляются и на какой рынок тогда вы сейчас выходите? Насколько оттуда запрос поступает на оборудование? Если бы не вот эта история с коронавирусом, я думаю, что у нас сейчас была бы достаточно широкая волна. Да, широкая волна, потому что мы начали туда залазить, как говорят, залазить, в Европу вылазить. Вот. Буквально недавно закончили цикл испытаний. Не закончили, сейчас находимся в цикле испытаний для очень крупного европейского концерна. Они сами все это испытывают на своих газонализаторах. Мы очень нервничаем по этому поводу. Постоянно там на телефонах смотрим, нам там фото, видео присылают, отчеты. Что-то лучше. А отправить туда... Проблема в чем? Там сейчас испытывают наш аппарат, а отправить специалиста мы туда не можем. Отправить какие-то комплектующие, которые нужно срочно что-то подумать, поменять, мы не можем. А европейцы поступили, ну, с их точки зрения правильно, но с точки зрения общения с партнерами не очень корректно. Они не предупредили нас о цикле испытаний и испытывают значительно более широкий спектр веществ, к которому мы аппарат не готовили. Не готовили, ну, понятно, логично. Да, и поэтому мы сейчас немножко в таком, как это, в нервозном ожидании. Пока все на 4 плюс-минус. То есть лучше, чем стоило нам ожидать, но хуже, чем мы могли бы себя показать, если бы мы могли быть там. Но сейчас, говорю, вот этот цикл испытаний дает нам огромное поле деятельности, надежд. И, что характерно, по отзывам специалистов этих европейских, которые проводят испытания, они очень удивлены нашей эффективности. И они говорят, здесь ничего подобного нет. Мы испытывали огромное количество оборудования. По их словам, мы уже понимаем, что все хорошо. Даже если они будут немножко недовольны, это значительно лучше, чем то, что есть у них на рынке. Но, по сути, это же можно доработать будет в тех целях и задачах, которые будут? Более того, те специалисты, которых привлекли наши клиенты там, нам уже насыпались столько предложений, высокоуровневых предложений. То есть там действительно специалисты. Я читаю их, вот это можно так доработать, вот это можно так доработать, здесь немножко так вот ввести. И я прямо сижу, думаю, это то, чего мне не хватало. Ну, потому что я не очень, понимаете, здесь нужна химия, физика, электротехника, высоковольтное оборудование. Я не могу, вот мои инженеры как бы, есть инженеры хорошие, но не на все. А там нам добавили на то, куда мы даже не смотрели. Скажите, Александр Владимирович, а в целом как шло завоевывание рынка? Вот где сейчас представлено ваше оборудование? Завоевывание рынка, да? Вползание на рынок, наверное. Завоевывание, когда мы на коне влетаем, мы там машем шашкой, имея деньги на рекламу, на продвижение, возможно, админресурс. Нам со всем этим не повезло, поэтому мы входили медленно, но при этом верно. Потому что мы входили неяростно, мы не успели сделать огромное количество ошибок. То есть если мы делали какую-то ошибку, мы успевали ее исправить, пока она не становилась слишком большой. Поэтому мы не подставили, я надеюсь, ни одного из наших клиентов. Мы везде исправили ситуацию. То есть для нас слово гарантия и надежность оборудования очень важно. Иногда мы даже вынуждены были в ущерб себе это делать. Но тем не менее мы это сделали, и я этим горжусь. Поэтому вход на рынок шел примерно так. То есть это начинали рестораны, потом переметнулись на промышленность, увидели, что там много клиентов, рестораны немножко забросили. Потом вернули рестораны обязательно, потому что там пошел обратный запрос, дайте нам хоть что-нибудь в ресторанах. Вернулись рестораны, потом ушли. Вот сейчас очень хорошо работаем с водочистными сооружениями, которые имеют характерный неприятный запах, сероводорода, меркаптана, аммиака. И под них прям сделали специальную линейку, адаптировали. Тоже очень хорошо заработало. И сейчас вот пытаемся... Вот коронавирус нам очень помог. Чем? Расскажите, интересно. Вы знаете, коронавирус заставил всех, ну у нас же как указ, всем сидеть дома. Я сижу дома тоже, да, благо у меня как бы есть двор небольшой, но тем не менее дети. Но производство было приостановлено. Да, конечно. Производство было приостановлено, и делать было нечего. И в какой-то момент для меня родилась идея делать дезинфицирующие порталы для людей. То есть просто обрызгивать людей мелкодисперсным. Абсолютно не наша тема, абсолютно не от нас. Ну просто вот сижу дома, запуганный радио, телевизором, что выходить нельзя. И мне жена говорит, нужно в магазин, в зону заражения иди. Я, естественно, как нормальный... Тут просыпается инженер. Нет, еще не проснулся. Тут проснулся нормальный испуганный обыватель. Одел на себя маску строительную, капюшон, строительные перчатки, костюм для покраски и пошел в магазин. Я думал, будут смеяться на одном магазине. Ни одного смешка, все нормально восприняли. Мне только дико жарко. Я прихожу домой с сумками, раздеваюсь на парковке. Несу сумки, тут дети кидаются к моим сумкам. Папа пришел, еду принес, да. Я понимаю, что дети начинают трогать то, что только что было в этой зоне заражения. И тут думаю, как-то надо это все обезопасить. И тут рождается мысль. Насос высокого давления, форсунки, трубы. Заработал инженер. И теперь мы за период коронавируса продали порядка тысячи этих устройств. А кто был покупатель? И как вы их предложили? Два основных направления. Первое – это реальные предприятия, медицинские учреждения и офисы. И знаете, очень разный подход. Сейчас немножко расскажу, будете плакать, только не смейтесь. У меня есть два типа оборудования. На одном – максимальное количество форсунок с максимальным производством, разбрызгиванием. На втором – всего по две форсунки со стороны с очень небольшим дозированным разбрызгиванием. Почему? Медики говорят, да, дайте нам больше секунд 7-10 из 20 форсунок, чтобы нас обрызгивало. А офисные сотрудники говорят, пшик, этого достаточно. Почему? Лак течет. То есть у каждого свои запросы. Ну, мы сделали адаптивные настройки. И теперь действительно можно настроить, либо если это действительно серьезная зона заражения, там, ковидные, больные и так далее, это действительно там дает очень хороший, мощный поток дезинфицирующего средства. А если это офис, где нужно поддержать безопасность, там очень умеренно делаем. А в целом оставите эту продукцию в перечне? Сейчас продолжает она пользоваться во требовании? Да, сейчас до сих пор покупают. Конечно, пик упал, упал. То есть мы сейчас уже не делаем там по 40 аппаратов за раз. Но, по сути, удалось заработать и в тот сложный момент, когда было остановлено. Заработать нет, выжить – да. То есть мы сохранили наилучший свой персонал, мы сохранили наилучших своих руководителей. Мы даже немножко долги, которые успели в самом начале наделать, мы покрыли все долги практически, и вот выжить мы смогли. И сейчас немножко вкладываемся в новое оборудование, в разработки нового оборудования. А если вернуться к традиционному оборудованию, которое производит завод «Ятаган» и Александр Владимирович, представлены в Москве, в Московской области, правильно, на предприятиях, ресторанах? Москва, Московская область. Ну, московских ресторанов огромное количество, даже так сказать не смогу, на вскидку очень много, да. Недавно, ну, единственное, делали недавно ролики, видеоролики такие, чтобы и ресторану было приятно на себя посмотреть, и нам. То есть в каких-то трех очень пафосных ресторанах сделали ролики, там действительно очень довольны нашим оборудованием. Москва, Московская область, все ближлежащие. Ну, Россия вообще вся покрыта, да? Наши, как говорит Владимир Владимирович, партнеры, да, там ближайшие, там, Латвия, Литва, Прибалтика Тоже на этом рынке присутствуют Мы там есть, да, Казахстан очень развивается, кстати, очень хорошо развивается страна И там есть наше представительство и работает очень активно То есть вот все, что можно придумать, Белоруссия, Украина, все там С Украины единственное, у нас название Итаган, да, нас постоянно просят нам придать справку о том, что это не оборудование военного или там двойного назначения Хорошо, просто мой партнерский мы разрабатывали в свое время, это военно-морской инженер И все его, это его была придумка названия Итаган У них же все там либо Буратино, либо такие Буран, Ураган Вот мы Итаган назвали, тем более, что Итаган.ру был свободен на тот момент Поэтому такое название и осталось с тех пор Мы тогда еще назывались, компания была другая, мы назывались Экопромика Но нас никто не называл Экопромика, нас все называли завод Итаган И мы так переименовались в это, просто пошли на поводу наших клиентов Получается, Александр Владимирович, сейчас ждете окончания испытаний в Европе Нет, уже не ждем Там как, испытания в Европе призваны подтвердить, что мы на самом деле не такие плохие, как о нас там думают Но мы уже там залезли, мы уже... Понятно Самое смешное, что те самые европейские компании, кому мы это предложили, на самом деле поставляют свое оборудование сюда, в Россию, в комплекте с нашим оборудованием Прекрасно То есть мы пока вот, по сути, не в Европу продаем, мы через европейские компании продаем сюда А по сути, вообще, как конкуренция на этом рынке складывается, если аналогов не здесь, не там нет? У вас нет конкурентов? Ну, есть, конечно, что, я же здесь уже давно, понимаете, а люди очень внимательно смотрят, да Копируют Да, копируют, что-то, давайте так, если честно, копируют, есть и такие, есть такие, которые вносят что-то свое, есть такие, но не все выживают То есть есть, время от времени выходят компании, делающие копии моего оборудования, но не все из них выживают Кому-то удается? Да, есть одна компания-конкурент, которая живет, которая удается За счет чего? Они что-то свое добавили или просто на ценовой, на какой-то политике играют? Сейчас, вначале они выходили за счет ценовой политики, сейчас нет, сейчас мы уже идем по цене одинаково Ну, сейчас, знаете, вот в данный конкретный момент, вот этот вирус, и здесь непонятно, кто за счет чего выживает То есть сейчас выживут те, кто будет именно как бизнесмен более стойкий, быстро соображающий Я даже не знаю, за счет чего выживать дальше Что еще нужно сделать, чтобы выживать? Поэтому выжить может любой Но в целом, вот, Александр Владимирович, деньги в завод во все были вложены личные Да Через сколько удалось окупить и когда пошла прибыль? Сейчас на такой больной вопрос нажали, да? Прибыли очень долго не было Очень долго была ситуация такая, мы что-то зарабатываем в течение года, потом в конце года по какой-то причине спрос падает И мы вынуждены вложить все деньги, которые вы до этого вывели в виде производства И первые шесть лет я жил, ну, первые шесть лет мои продавцы зарабатывали больше меня владельца После этого мне пришлось пойти поучиться как владельцу, что же делать? Я начал думать, а что я делаю не так? И вы знаете, меня осенило, что вот стать стоматологом нужно учиться Стать врачом нужно учиться Стать учителем нужно учиться Стать водителем нужно учиться и так далее На велосипеде нужно учиться А я вот так вот раз решил стать владельцем собственной компании, не обучаясь, да? И вляпался в то, что теперь должен знать Знаете, вот как... Единственное, насчет чего я могу сказать тем, кто хочет стать предпринимателем в своей жизни, да? Имейте в виду, как только вы заявили себя, что вы предприниматель, уровень требований к вам повышается, ну, раз в сто Как будто бы по щелчку пальцев вы должны начать разбираться в законодательстве, в налоговом законодательстве, в трудовом законодательстве, в производстве собственной продукции и так далее, и так далее Ну, понятно, быть специалистом абсолютно во всех сферах Да, причем это делается по щелчку Как только вы зарегистрировали ОООшку или ЕПЭшку, вы тут же должны уже все это знать Незнание законов не освобождает от ответственности Это было самое тяжелое Но, опять же, быть владельцем это тоже отдельно Как управлять людьми, как делать так, чтобы люди хотели что-то делать, как делать что-то полезное И вот мне пришлось обучаться еще вот здесь То есть я обучался как владелец на курсах, на многих курсах На хороших, плохих, дешевых, дорогих и так далее И это помогло, и только после этого, когда я понял, как управлять компанией Что сделать, чтобы компания была устойчивой Только тогда у меня пошла личный доход И мы смогли купить эту площадку, как минимум Александр Владимирович, коллектив вашего предприятия, вашего завода Сколько всего человек? Ну, сейчас суммарно работает Суммарно трудно сказать, потому что мы привлекаем постоянно партнеров различных Для разных задач Но вот именно костяк Это 35-55 человек На сегодняшний день это примерно 55 человек Это вот те, которые Те, которые мне очень важны Те, которые действительно Это команда Без которого ничего бы не получилось А откуда привлекаете? Вот, допустим, если открываются вакансы Объявления Как выбираете? Это очень сложный вопрос И кто эти специалисты? Может быть, есть какая-то уже договоренность с вузами, с колледжами? Нет, пока нет Думаете об этом? Думаем, конечно, думаем Но на это нужно внимание Чтобы этим заниматься, на это нужно выделять внимание Сейчас его просто не хватает То есть нам приходится сейчас вот этот уровень выживания Работы очень много Приходится очень много идей отрабатывать Поэтому в ближайшее время Очень надеюсь, будем нанимать И я абсолютно уверен, что мы столкнемся с этой проблемой Где брать, кого брать Как выращивать специалистов Ну, конечно Здесь поэтому и нужно выходить, наверное, на эти образовательные площадки Может быть, со своими какими-то предложениями Вы об этом говорите А у меня сейчас внутри такой холодок Еще и это Этим придется заниматься Вам Мне Ну и в целом, Александр Владимирович Как работает, как строится бизнес в Подмосковье Насколько комфортно? Ой, прекрасно Вы знаете, я считаю, что Ну, по моему мнению Для производственного предприятия Подмосковье – это наилучшая зона Нас абсолютно не достают проверками Нас не трогают какими-то придирками Все, что происходит Происходит в рамках таких, знаете Вменяемых, понятных правил Опять же, с точки зрения коммуникаций Дорог, персонала Доступности Имиджа То есть, куда ни звоним Ну, в Подмосковье принимается Как, о, москвичи позвонили Там, у тебя недавно был В Красноярске, в Челябинске, в Тюмени Все говорят, о, москвичи приехали И, вы знаете, очень хорошо к нам относятся То есть, сам имидж Московских, подмосковных бизнесменов Предпринимателей Очень хорош по всей стране То есть, к нам не относятся, как к хапугам К нам не относятся, как приехали обмануть Нет К нам относятся, как к богатым Немножко таким самовольным Но честным предпринимателем Мне это очень нравится Ну что же, а я, в свою очередь, желаю вам развития Чтобы этап выживания закончился И начался этап наслаждения Получение вот этого наслаждения От строения бизнеса Ну да Не, а может, это и есть наслаждение? А, может быть Дорога, это, наверное, более интересно, чем сама цель Ну и самое главное, развитие Вот, чтобы осуществились те планы, о которых вы говорили Спасибо Спасибо, что пришли к нам сегодня в программе Бизнес-ланч на Радио 1 Принимал участие создатель завода Ятаган городского округа Люберцы Завод расположен в рабочем поселке Тамилино Александр Стегленко Спасибо, до свидания Бизнес-ланч